Доброе здоровье, уважаемые читатели! Вот мне пришло такое письмо, просят помочь. Значит, у меня проблемы, возможно, несколько. Меня последний год мучает депрессия. О депрессии я уже довольно-таки много сделал видосиков. Депрессия. Я лично считаю, это отсутствие желания жить. То есть человек в течение жизни получает, или сталкивается с такими обстоятельствами, в которых он думает одно. Ну, грубо говоря, быть там обеспеченным, иметь семью, друзей, как-то быть увлеченным. Ну, вот это что-то не получается. И в итоге человек сталкивается с этими препятствиями. Там не получилось, здесь не получилось. Тут его нагло обошли, как-то наказали, там принизили, унизили. И у него отпадает желание что-либо делать. Естественно, у него нет желания жить. Я лично вот так рассуждаю. И здесь, в преддверии еще этого письма, здесь я считаю... Да, и некоторые говорят еще, знаете, как, вот была, допустим, семья, и говорят, а, вот меня бросили, меня бросили, и как, вот-вот меня бросили, все, я никому там не нужен, там, и, ну, не вижу жизни, допустим, без этого человека, или еще как-то. То есть сам факт того, что человека игнорируют, он является тем, что запускает вот этот механизм депрессии, ему неинтересно жить. Человек хочет быть затребовательным, затребованным, нужным, что-то там делать, что-то там как-то себя воплощать, продвигать и так далее, а тут не получается. И вот я в этом случае говорил так, вот вас бросили, главное, чтобы вы себя не бросили. Это самое главное. Существует масса различных ценностей в человечестве. Но самое ценное, это, опять-таки, я считаю, это ваша жизнь, которая дана вам индивидуально для того, чтобы вы в ней как-то выросли, как-то нашли себя, как-то реализовали, как-то сделали смощнее, как-то сделали сами для себя интереснее, чтобы даже не вы кому-то нужны были, а вокруг вас были люди, которым вы нужны. Ну, примерно я так вот рассуждаю. Жизнь вообще, она ценится положительными впечатлениями, чтобы вы получали положительные впечатления от жизни. Это самое ценное, что есть еще, так сказать, в жизни, это получение положительных впечатлений. Но это не значит, что вы начинаете получать от тех или иных, будем говорить, чувственных ощущений. Важно, чтобы вы почувствовали, что вы не какой-то там винтик, вот в этом всем мироздании, а все мироздание создано для того, чтобы вот этот вот винтик, то есть вы, могли реализоваться и показать всем, ой, я какой! Вы чувствуете, программа какая должна быть? Чтоб все ахнули, вот это да, вот это он. По крайней мере, чтоб вы сами для себя были интересны. Ой, понимали, куда вы движетесь, к чему вы движетесь? Что жизнь – это огромный дар, в который надо сделать некоторые вещи, но основное – это развить самого себя, сделать самого себя мощнее, интереснее во всех отношениях. Ну, почитаем дальше. Итак, меня последний год мучает депрессия, особенно остро мучила зимой 21-22-х годов. В конце весны, начале лета депрессия чуть отпустила, но случается наскоками, особенно в конце выходных. В конце выходных. Ну, надо, прочитаем дальше. Я записался на джиу-джитсу и кикбоксинг, чтобы во время занятий отвлечь себя, да и физическая нагрузка дает хороший сон. Ну, в этом есть какая-то доля полезности. Со сном, правда, тоже проблемы. Просыпаешься в 3-4 часа ночи, каждую ночь, редко в 5 утра. А вы проснулись и медитируете, чтобы зря не просыпались. Проснулись и медитируете. В медитации объединяйтесь со всей Вселенной. Почувствуйте связь свою с ней. Почувствуйте ее силы. Почувствуйте, если Вселенная вас создала, значит, вы тоже нужны Вселенной. То есть, вот депрессия еще возникает тогда, когда человек, как это называется, чрезмерно эгоистичен. Вот для меня, вот мне, вот-вот, вот что-то не получилось, вот я страдаю, тара-та-та-та-та-та-та-та. То есть, чрезмерный эгоизм, который думает, ну, сейчас я что-то, а не получается. И начинает вот этот обратный процесс, человека начинает тогда гнобить все это дело. Вот я никакой, вот я не всякой и так далее. А вот вы как раз просыпаетесь в 3-4 часа ночи. Это как раз то время, когда, будем говорить, вас слышит вся Вселенная. Вас слышат все, можно так сказать, высшие силы. Вы объединяетесь с ними, взаимодействуете. И вдруг вы услышите тоненький-тоненький шипоточек, который вас вдохновит, который вас направит, который вас подымет, окрылит. Это очень интересный феномен. Так, так что, потом ворочаюсь, не могу заснуть. Может, подскажете, как избегать депрессии, тревожных состояний и плохого сна. Ну, давайте вот это вот разберем. Смотрите. Особенно зимой. Зимой, вдобавок, еще, как бы сказать, вот эта вот внешняя обстановка, то есть, слякоть, холод, сырость, возможно, необустроенность некая в плане социальном. Они будут сильнее, конечно, воздействовать, нежели летом. Но и в то же время, в то же время, но у природы нет плохой погоды. Ну, нет плохой погоды. Вот, депрессия отпустила, отпустила. Знаете, что может там еще отпускать? Вот появляются какие-то свежие, новые мысли в связи с тем, что вы, что вы, что вы, что вы в природе чувствуете, начинаете чувствовать, когда природа начинает оживать. То есть, весной, летом, дополнительный импульс, так как мы живем на планете Земля, мы все его чувствуем в той или иной мере. И это нам помогает, конечно. Вот. Наскоками. Ну, вот, избегать депрессии, тревожного состояния, плохого сна. Депрессия, это, я для себя говорю, депрессия, это подавление жизненных сил. Что подавляет? Вот как раз тут сказано. Тревожное состояние. Что вы боитесь? Вот тут-то и надо разобраться. Откуда идет эта тревога? Откуда она идет? Вот. И просто-напросто разобравшись с тем, откуда идет эта тревога, вы уже на 90% решаете проблему. Вы понимаете, грубо говоря, своего врага, который мешает вам жить. Он мешает вам жить. Не дает. Он не дает вам понять, кто вы такой. Насколько вы велики, и вас принижает вот так вот, вот так вот, вот так вот. А вы поддаетесь. Вместо того, чтобы всему этому противостоять. То есть, понял, откуда идет тревога, и разобрал, проанализировав все эти истоки тревоги, вы уже этого врага видите, понимаете. И теперь противоположными мыслями, действиями и прочим, 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 вы его разрушаете. Я не зря вам показываю простейшие приемы, которые я применяю. Из-за того, что, вот знаете, достигнув определенного состояния развития, вы начинаете жить совсем в ином, можно сказать, измерении. В таком радостном. Вы смотрите на окружающую вас природу и радуетесь. Ветерок играет, солнышко искрится, Тучка по небу медленно плывет. Как хорошо мне сейчас живется, И душа от счастья ликует и поет. И душа от счастья ликует и поет. Знаете, вот подобного состояния, как я вам только что пропел, вот этого ликования у меня тоже не было. Не было в юности, не было в зрелом возрасте, не было даже где-то в пожилом возрасте. Все какие-то мыслишки там одолевали. Что-то тут надо сделать, кому-то ты должен. Или тебе там должны, как это там взять. Ну все, какой-то, знаете, вот этот вот калейдоскоп разного рода мыслей, как рой достатливых, достатливые мошкары, которые вам и не нужны. И когда вот действительно открывается, что такое жизнь, как огромный дар, вы начинаете совершенно по-иному вести себя. И вы уже, получаетесь, нужны разного рода там людям, которые что-то хотят на вас делать. И тут уже задача от этих людей защититься, не встревать в их схемы, в их предложения и прочее, а идти сам, как ледокол, идешь и все, понимаешь? И лед этот раздвигается. А раньше вот этот вот лед, этой обыденности, суеты, он тебя сковал, и все, и ты жить не можешь. Это вообще такое состояние. То есть, разобравшись, проанализировал, вот откуда идут все эти тревоги, и скажет, да пошла она куда-нибудь подальше, у черную дыру, очень важно, у черную дыру, туда она пошла. Вот, вы начинаете культивировать совершенно иные, противоположные, вот тем тревожным состоянием мысли, которые вы превращаете в какие-то стишки, в какие-то, знаете, посылы для себя, какие-то девизы для себя. Это очень важно. И вы начинаете набирать мощь благодатную и становиться совершенно на другой уровень. Итак, прослеживайте, а откуда это все идет, тревога. Она же откуда-то идет, так же. Разобравшись, насколько она тревожна, что вас хотят убить, вас хотят ограбить, вас хотят как-то еще что-то, как-то там, грубо говоря, наказать, вы тогда принимаете соответствующее действие. А если это все просто, вот это тревожное состояние, какие-то, знаете, на вас сели темные силы, и в голову вам дуют, а вы всему этому поддаетесь. Да, как противоположные мысли, как включили. В конце концов, вы можете найти защиту в той или иной религии, если вы чувствуете, что у вас собственных сил не хватает. При этом это не значит, что там что-то слишком уж соблюдать для себя, а просто вот почувствовать то, что надо делать нравственно, и соблюдать это внутри себя, потому что мы с вами являемся вообще-то храмом. Вот, и вся эта ерунда уйдет. По крайней мере, я набросал схему, по которой я бы работал, и я уже отработал, и я себя чувствую совсем другим человеком. Да, какие-то вещи идут, кто-то что-то там такое, знаете, но это ничего не задевает. Ну, почитаем дальше. Я не женат, 46 лет. То есть, смотрите, ищу жену, но очень или застенчив, или требовательный избранница. И вот тут получается, что у человека нереализовано вот чувство семейности. И вот она начинает его тревожить. Чувство семейности. И дальше, очень застенчив или требовательный. А вот когда вы, как бы сказать, знаете, покажете себя, вот, вот, кто такой, то есть очень важно в жизни показать себя. Не важно там кому-то там вот вы, хотя я расскажу собственные случаи. Когда я был, можно так сказать, юнцом, и служил в спортроте, и мы на тренировку ходили через, от спортроты, в здании от спортроты, к остановке трамвая, чтобы потом ехать на это самое, в школу высшего спортивного мастерства. И там как раз была какая-то конторка, выходили эти окна, и сидела такая милая девушка. Она мне очень понравилась. И я вот к ней так обратился, набрался смелости, да, это тоже набрался смелости. И говорю, как бы нам вот подружиться. Она, видя меня у солдатской формы, так говорит, а зачем, а для чего? Глядишь, возможно, она сейчас бы, она уже как-то по-другому это думала бы. То есть, когда был в какой-то мере раскрыт мой потенциал, ну тогда я не кто был. Вот, вот так вот. А когда я стал кто, пожалуйста, между нами, я нашел еще две женщины, которые по своим, знаете, таким вот характеристикам как раз мне подходят. И они это поняли. Значит, жена родилась в год крысы, следующая на 12 лет в год крысы, следующая, по-моему, тоже на 12 лет младшая, в год крысы. И все эти вот женщины, вот они были, как бы сказать, можно так сказать, даны мне в спутники. Если не тот вариант, то этот, если не этот вариант, то этот. Вот примерно вот так вот. И с одинаковой информационной, такой энергетической сутью, женщины самостоятельные. Не просто там какие-то там, самостоятельные. Я просто радуюсь, что Господь вот таких женщин послал мне. Не подумайте ничего, глупого, дурного. Вот это так между нами. Так что, как только вы откроетесь и станете интересными для окружающих людей, то есть вы над собой поработаете, приобретете, можно так сказать, харизму или еще что-то, вы сразу же сделаете заявку на то, что кто-то вам подойдет. И, кстати, всех этих женщин нашел я. Не они меня, а я. Жену девчонкой на виноводочном заводе. Вторую на передаче Малахова Плюс и третью на передаче в гостях у Малахова на 8 канале. Вот так вот, так сказать, делюсь. Вот. Застенчив или требователь к избраннице. Требовательность, конечно, какая-то должна быть, ну, ну, важно, чтобы вы вот как-то как-то сначала показали, а потом уже что-то требовать. Мы, знаете, все вот норовим что-то требовать от другого, но только не от себя. Вот когда мы научимся требовать от себя и доводить вот эти требования до конца, что-то сделать такое полезное, в первую очередь, для себя, далее, для окружающих людей, вот тогда будет то, что надо. А так вот это вот требовательность, вот я требую и, знаете, непрощение, это тоже такие вот вещи нехорошие. Так. Планирую покупать дом, но не уверен, смогу ли найти супругу. Ага. Планирую покупать дом. А вот я, вот, знаете, я сразу как-то проэцирую этого человека с собой. я женился в 27 лет. Ну, как раз там, по-моему, как раз 26. Это было где-то у нас в августе месяце свадьба. И потом в сентябре уже мне 27 лет. Я уже к этому времени купил дом. Родители там мне помогли, ну, собрал сумму-то я сам. Они там помогали, выбрали вот этот, вот этот, участок никому не нужный. Рыгинка, Рыгинка оказалась в древнее место. То, что надо, Господь послал. Вот. Дом. И уже в этот дом я привез свою избранницу. Поэтому планирую покупать дом. А вы не планируете, вы его уже купите. И вот уже вы, вот, вы готовы к тому. Это уже другое дело. А то можно планировать быть здоровым, планировать быть здоровым. Я планирую быть здоровым. Я планирую быть, 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 быть. И так она быть, быть. И там и будет. Значит, надо здесь и сейчас. Поэтому я и пою. Как хорошо мне сейчас живется, а не в будущем. А как, знаете, все. Будет хорошо, будет хорошо. Было, было и всплыло. Вот. Не уверен, смогу ли найти супругу Вот сделав первый шаг Не сделав первый шаг, знаете Трудно сделать второй шаг А когда вы сделаете первый шаг Тем более вы там На этих самых На курсах джио-джитсу, кикбокс Посещаете То есть вы уже там общаетесь С разного рода людьми И глядишь, кто-то вам И пригляднется Или вы кому-то пригляднетесь Итак Смогу ли найти супругу Вот значит первый шаг Сделан покупка дома Тогда уже и второй шаг будет Чтобы было с кем жить в доме Да будет с кем жить в доме Уж знаете Жильцов в дом Найдется огромное количество Даже знаете, заведите кошку Там собаку Вы уже будете жить с кошкой собакой Будете их выгуливать И встретите аналогичных Одиноких Желающих Создать семью людей Так В общем картина удручающая А чё удручаться? Знаете Чему удручаться? Вот это вот Вот это вот Любое препятствие Которое возникает в вашей жизни Я уже неоднократно об этом говорил И еще разок скажу Любое препятствие Которое возникает в вашей жизни Оно для вас Для того, чтобы вы Преодолев его Повысили свою самооценку Самооценку Почувствовали свои силы Что вы можете гораздо больше делать А так что Картина удручающая Удручающая Я лично ничего удручающего не вижу Ничего удручающего не вижу И даже вот эти события Которые сейчас во всем мире творятся Это своего рода Еще больше испытания Для вас Чтобы вы В этом мире В котором все хотят вас нагнуть И знаете И поиметь с той или иной стороны Чтобы вы выстояли И показали Кто вы такой Это как раз сейчас Событие для сильных людей Которые Действительно покажут себя Либо они сломаются То есть человек думает Что он целен А ему сказали А слушай А вот ты не поедешь За кордончик Со своими деньжищами Тебе надо сделать Вот эту модненькую процедуру И все Человек начинает А что как Ну это еще мелочь Подумайте над этим самостоятельно Ничего удручающего нету Есть жизнь Есть препятствия Мы их преодолеваем Если бы не было препятствий Которые создает жизнь Да за счет чего Мы бы становились сильнее За счет чего Был бы наш Энергетический и духовный рост Не знаю Так Отсюда Присутствует Депрессия Удручающая Плохой сон Предстоящий поиск супруги А не надо ее искать Вот самое Знаете Человек думает Он уже Заранее Как бы сказать Начинает пасовать Перед теми трудностями Которые Вот якобы Возникнут При поиске супруги И так далее И так подобное Знаете Супруга Сама найдется Сама найдется В той или иной степени При этом Найдется такой человек Который Который Вас еще Обтешит С позиции Ваших Привычек С позиции Черт характера Со многих Вещей Что вам Будет дана Такая супруга Которая Где-то С вами согласится Где-то Не согласится Потому что Если человек Во всем Соглашается То есть Сильному человеку Нужна И сильная Супруга Такая же Личность Как и он сам Это очень важно Но опять-таки Когда все это Дело Вы засияете Значит На ваш свет Потянутся Подобные Подобные Это Довольно-таки Хорошо чувствуется Но я Лично сейчас Хорошо это чувствую Раньше не так Но тем не менее Еще раз Хочу сказать Я всех Своих Женщин Нашел сам Они об этом И не знали И не догадывались Но когда я Явился Так сказать И кое-что И они меня И не воспринимали Потому что Я был большой Там накачанный Где-то Где-то Там что-то Такая Особенно Вот первая На 6 лет Младше меня Она Эта сама Но показал Что я И только я И так же Тем двум Вот я Какой Не навязываяся Предстоящие Поиски Супруги Вот когда человек Задумается Вот знаете Вот как я сейчас А Вот сейчас я только Гравитационной Гимнастике Поднимаю Значит Тону А чтоб Какой-то Результат Такой Солидный Был Ну надо Хотя бы Тонны Две Поднимать Ой Ё-моё То есть Не бойтесь Предстоящего Пути С радостью Тем более У вас Еще такой Возраст Знаете Проявлять Себя И Показывать Себя Возраст Жить И И творить Так сказать Так Не могу понять Это временно И можно Побороть Это как-то Я уже Старею И даже Будет Дальше Будет хуже Ну я Уже Много Рассказал Насчет Этого Временно Можно Побороть И так далее Да Ничего Тут Бороть Не надо Надо просто Жить И вокруг У вас Тут Будет Все Это Крутиться Если Вы Опять Таки Вы Покажете Кто Вы Как Один Говорит Я Лев По Жизни Вот Если Вы Лев По Жизни Значит Вокруг Вы Будете Брать То Что Вы Захотите Взять Ну Без Глупостей А Если Вы То Упустите Даже То Что Вам Принадлежит Старею Дальше Будет Хуже Знаете Я И у меня Спина У меня Такие Проблемы Со спиной С плечами Ё-моё Ночами Не спал Вот Так Простыня Когда Я Просыпался Ё-моё Бабай Там Допустим 65 лет Или 66 Лет Или Сколько Там Ну Примерно Так 65 64 65 Наверное Это Как Раз 2016 Думаю Ё-моё А Что Меня Дальше Ждет Вот Так Так Но Тем Не Менее Если Вы Ищите Если Вы Хотите Не Хочу Сказать Что Вам Дается Шанс Вы Если Человек Ищущий Вам Откуда Не Возникает Та Или Информация О том Или Ином Методе И Уже Здесь Ваш Выбор И Умение Отличить О Вот Это Оно Этим Я Занимаюсь Да О Оно Занимаюсь Пошел 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 О Ты Смотри А я Тут Собрался Грубо говоря Умирать А умирать Еще Рановато Да Еще Можно Пожить Еще Как Пожить Так Нужен Хороший Савель Что Мне Делать Совсем Этим Ну Вся Моя Предыдущая Обеседа Как раз Была Направлена На То Чтобы Не Совсем Этим Делать А Делать Собой Показать Свою Нужность Самому Себе Даже Смотрите Если Вокруг Вот Если Лично Ко Мне Если Вокруг Никого Не Будет Там Ну Пробую Как Что-то Там Сорной Произойдет И так Далее Мне Самому Жить Интересно Вот Самому По себе Жить Интересно И Мир Мир Широко Раскрытыми Глазами И Он Такие Вещи Вам Преподносит Такую Излучает Вообще Любовь К вам Благожелательность Силы Дает А Вы Ничего Этого Взять Не Хотите И Не Понимаете Вы Думаете Что Все Это Какое Массу Возможностей Приятных И Поможет В раскрытии Вашего Потенциала Ветерок Играет Солнышко Искрится Тучка По небу Медленно Плывет Как Хорошо Мне Сейчас Живется И Душа От Счастья Ликует И Поет И Душа От Счастья Ликует И Поет